Руслан Дзиадан, житель села Урджар, начал заниматься пчеловодством три года назад. Сейчас он содержит более 500 ульев и каждый сезон получает 20-25 тонн продукции. Мёд производится в зависимости от потребностей заказчиков. Готовимся к следующему году. Мёд из ульев проходит вторичную переработку, разливается по сосудам и готовится к экспорту. Николай Жучок научился тонкостям пчеловодства у своего дедушки. Продолжив семейный бизнес, сейчас он имеет более тысячи ульев. Он добросовестно трудится и развивает своё хозяйство. Начинал мне от деда, осталось, грубо говоря, 24 улика, я до сих пор помню. Сейчас у меня тысяча пчелосемей. Но я не один здесь, отец, брат. Все дружно друг другу помогаем, работаем. Раньше это было хобби, сейчас у нас работа такая. Но она приносит нам удовольствие. Существует большой спрос на экологически чистую продукцию. Покупатели часто обращаются за оптовыми закупками. Но мы предпочитаем продавать без спешки, говорят пчеловоды. Сейчас предприниматели налаживают связи с Китаем и планируют в будущем реализовывать продукцию за рубежом. Ежегодно произведённая продукция экспортируется в города Астана, Алматы, Павлодар и Семей. Сейчас эти предприниматели получают разрешение на экспорт и вносят свой вклад в производство экологически чистого мёда в Китае, готовя свою продукцию к экспорту. Всего в области Абай насчитывается более 300 пчеловодческих хозяйств. В этом году им будут предоставлены субсидии из областного бюджета на сумму 165 миллионов тенге. Предприниматели в селе Алексеевка нацелены на продвижение отечественного туризма через развитие пчеловодства и работают в сотрудничестве с местным акиматом. Аселяйдар Аслан Нерспаев, телеканал Семей.